Мне посоветовали купить жилищный кодекс. Сейчас в жилищном кодексе нет приватизированных квартир. Сейчас все собственники жилья. Ликбез жилищного законодательства Николая Степановича Прибылова заставила пройти несправедливость существующего закона. Он, как ликвидатор аварии Чернобыльской АЭС, имеет право на получение льготы по оплате за услуги ЖКХ. Но на сегодня он лишен такой преференции. Мне нужно по закону, чтобы было 33 метра, и за эту площадь мне компенсировать за капремонт и за содержание жилья. Больше мне ничего не надо. Александр Серебренников, депутат законодательного собрания «Единоросс», изучив все документы ликвидатора, не понимает, почему гражданину отказывают. Обещает разобраться и восстановить справедливость. Мы сделаем запросы. Если будет опять отрицательный ответ, то давайте вместе с вами пойдем в суд, будем участвовать в суде. Ясность вносит руководитель отдела начисления компенсации Центра социально-коммунальных услуг администрации Полевского. Оказывается, существующий закон не предусматривает предоставление льготы гражданам, если они проживают в собственном жилье. Компенсация может быть выплачена за услуги по приватизированной квартире. Явная несправедливость. Это федеральный закон? Да, федеральный. Петр, готовьте это. Готовьте. На Крашенинникова. В первую очередь на Крашенинникова. Если что, потому что со всеми ответами, что ответы были отрицательные, на Павла Демеша готовим запрос, готовим предложение, и это будем просить изменения в этот закон. Вопросы ЖКХ, по словам Александра Васильевича, в последние годы лидируют по числу обращений. На втором месте проблемы здравоохранения. На третьем – благоустройство. А очередуют все чаяния граждан благодарности избирателей. И это не может не радовать. Александр Васильевич, пришла выразить вам огромную искреннюю благодарность от всего нашего коллектива. И, конечно же, в первую очередь от детей, которые у нас занимаются. И вот это благодарственное письмо за помощь и поддержку проведения фестиваля детского творчества, посвященного Мобилею Победы. Это салют России. Когда депутаты поддерживают именно патриотику и детские какие-то мероприятия, детские праздники, детские фестивали, детские конкурсы, это дорогого стоит. Потому что где как не на своих вот таких больших мероприятиях и праздниках ребенок ощутит поддержку хороших, добрых людей, которые не забывают о детстве. Депутат законодательного собрания признается, что любит проводить приемы граждан. Во-первых, это общение. После двух часов пририсовывается реальная картина жизни. Действительность проявляется. И это дает толчок для работы на целый год. Власть сегодня, все говорят, что очень закрыта и мало идет на контакт с населением, мало идет на контакт депутатов с избирателями. Я всегда стараюсь проводить приемы лично. Да, что-то не могу ответить сейчас. Для этого есть у меня юристы. Команда юристов будет после обращений работать с каждым обращением. Все мы напишем ответы. Если ответы будут неудовлетворительные после принятия решения органами власти, то, как и говорил, будем нанимать адвокатов и пойдем вместе с адвокатами. У нас все-таки последняя инстанция – это суд. Жители поселка Зюзельский пришли на прием к Александру Серебренникову как к старому знакомому. Впервые за долгое время не с проблемами, а с просьбой помочь. Сколько лет назад у нас в поселке был посажен Сквер Победы. И мы снова просим как-то профинансировать и что-то предпринять, сделать ограждение для этого. Чтобы это было как-то и красиво, скажем, там эти дети, это центр поселка, там дети гуляют. Благие дела всегда поддерживаются. Тема нравственного воспитания, организация досуга и сохранения памяти и культурного наследия всегда была и есть в приоритете у депутата Серебренникова, как и в целом у партии «Единая Россия». Прием депутатов определен постановлением главы. А у нас 99% депутатов выдвигались от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Идет он в еженедельном режиме. Жителям сообщается на сайте и в местных газетах, что прием идет постоянно. А данный прием, он традиционно в преддверии дня рождения Всероссийской политической партии «Единая Россия» организуется по всей стране. Сегодня на приеме к депутатам-единоросам очередь. Вот эти две полевчанки пришли просить продлить им автобусный маршрут до коллективного сада «Рябинушка». Сейчас ближайшая остановка за километр у «Металлурга». Садоводы рассказывают, что для того, чтобы добраться до своих огородов, они буквально рискуют каждый день жизнью. Перегружен еще автобус, вы призываете два сада, дают маленький пазик. Пазик дают. Мы набиваемся по 60 человек в горячую пору. Вы знаете, что творится? Вот на остановке неожиданно открывается дверь, женщина выпадала даже. Да, несколько раз выпадывали бабушку. Кондуктор у окошек, и через час пойдет другой автобус. Ответ держит заместитель управляющего администрации Западного управленческого округа Александр Ковалев. Житель Полевского. В прошлом глава города. О проблеме знает не понаслышке. Качество дороги не позволяет осуществлять регулярные пассажирские перевозки. Ее надо отсыпать. Естественно, она поставлена сейчас уже, по моему заданию, еще поставлена в муниципальную собственность. Имеют полное право на содержание этой дороги выделять деньги. За два часа работы депутата Единоросса Серебренникова к нему обратилось 16 человек. По каждому заявлению будет проведена работа. Анализ. Что же волнует Полевчан и какие проблемы есть в городе? Ксения Владенкова, Константин Миронов. Новости 11 канала.